Как напоминают другие российские наблюдатели, рейтинг президента Путина внутри страны продолжает зашкаливать. По данным социологической службы Левада Центр, деятельность главы государства одобряет 85% россиян. Путин пользуется серьезной политической поддержкой, несмотря на ухудшающуюся экономическую ситуацию, катастрофически падающие рубли цены на нефть и как результат угрозу стагнации экономики. Комментаторы и политики уверены, что после сегодняшнего выступления отношение россиян к Путину только улучшится. Вопрос изучил московский корреспондент Артевиай Николай Старобахин, который присоединяется ко мне из российской столицы. Николай, вам слово. Послание Владимира Путина федеральному собранию вызвало в России очень живую реакцию. Надо сказать, что в целом эта реакция была положительной. Характерным в данном смысле стало заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который и вовсе назвал речь абсолютно безупречной. Ну и показательно, что в той или иной степени одобрение высказывали практически все политические силы страны. В частности, вот представители партии власти, Единой России заявили, что указания президента позволят экономике расти. Имеется в виду, конечно, и диапширизация бизнеса, и снятие регулятивных барьеров. Впрочем, вместе с тем, единороссы отметили и важную политическую составляющую в послании. Был очень серьезный дан сигнал международному сообществу. Этот сигнал касался порядка выстраивания нового миропорядка. И несомненно, что этот новый миропорядок должен выстраиваться на основе норм международного права. Несомненно, что президенту была проанализирована очень предметно современная ситуация. Мне очень запомнилась та часть речи, которая касалась подчеркивания сплоченности нашего народа и сплоченности народа как средства, основания и возможности решения и ответа на вызовы. Еще более показательная реакция парламентской оппозиции. Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что сказанное президентом вдохновляет. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и вовсе назвал послание великолепным. Даже глава коммуниста Геннадий Зуганов выразил надежду, что данный президентом сигнал будет услышан российским правительством. Ну а те политики, которые остались недовольны речью, обращают внимание не на то, о чем сказал президент, а то, на чем он промолчал. Они отмечают, что это послание было фактически адресовано не бизнес-элитам, а российским избирателям. А значит, свои цели речь может и не достигнуть. Если бы Владимир Путин в послании сказал, что мы решили провести независимую судебную реформу, создать независимый суд, провести политическую реформу, вернуть прямые выборы, элита бы четко поняла, что все, это поворот. Но когда послание начинается с того, что вокруг нас враги, что мы не дадим Америке или Западу командовать нами, то есть это такая нотки милитаристские. И для бизнеса, который это тоже все смотрит, это сигнал. Это сигнал, что Россия двигается в сторону изоляции, экономической изоляции. Российские политологи также подчеркивают важность экономического блока в послании. Как жить в условиях кризиса ряд мер президент обозначил, хотя эту речь и не стоит читать началом новой экономической политики. Я не думал, что в сегодняшней ситуации настолько пойдет речь о мире с бизнесом. Потому что войны вроде нет, поэтому мер заключать пока не о чем. А с другой стороны, в условиях ухудшения внешних условий в России привычно, обычно зажимали экономику, усиливали степень контроля. А здесь предложено и ослабление. Вот это было неожиданно. Впрочем, и политологи подчеркивают, теперь главное, как будут реализованы все те указания, которые президент озвучил в своем послании. Ну, а это станет ясно уже позднее. Спасибо, Николай. Я напомню, с нами был наш московский корреспондент Николай Старобахин. Продолжение следует...